Выявление тепловых аномалий на территории Владимирской области Рассмотрим решение данной тематической задачи. В качестве исходных материалов были выбраны снимки космического аппарата Landsat 8, которые хранятся в открытом доступе в сети интернет. Скачать данные Landsat 8 возможно на следующем сайте. Набор данных содержит 11 каналов в формате GeoTiff. В местах массовых залежей торфа возможно возникновение подземных пожаров. Торфяные пласты могут гореть без доступа воздуха с поверхности, что затрудняет тушение торфяных пожаров. При выгорании торфяного пласта от поверхности почвы образуется каверна – полость, которая может представлять опасность провала для людей и техники. Торфяные пожары обычно возникают во второй половине лета, когда уровень грунтовых вод понижается и торфяные пласты высыхают. Причиной возгорания торфа может быть как поджог или проникновение пламени с поверхности, так и самовозгорание. В России торфяные пожары чаще всего происходят во Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Выявление тепловых аномалий проводится с использованием каналов, которые соответствуют средней и дальней частям отфрокрасной области спектра. В этих диапазонах распространяется собственное тепловое излучение объектов. Тепловая съемка применяется для выявления природных и техногенных источников излучения, решения экологических задач, поиска подземных вод, поиска и разработки месторождений полезных ископаемых, мониторинга тепловых сетей, нефти и газопроводов. Запускаем программный комплекс Image Media Center. Первый этап – создание композитного изображения. Создаем новый документ, нажимаем кнопку «Новый» на панели инструментов «Файл». Выбираем пункт меню «Изображение» «Создать композит». В появившемся диалоговом окне нажимаем кнопку «Добавить файл». Выбираем 9 изображений космического аппарата Lansat 8, необходимые для обработки. Нажимаем кнопку «Выделить все». Ставим галочку напротив пункта «Стандартные имена каналов». Затем нажимаем «Составить композит». Композит составлен. В документ добавились и необходимые спектральные каналы. Второй этап – предварительная обработка, атмосферная коррекция. Для проведения атмосферной коррекции необходимо ввести диапазоны длин волн для каждого спектрального канала. Нажимаем кнопку «Информация об изображении» на панели инструментов изображения. В появившемся диалоговом окне выбираем вкладку «Каналы». Нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем XML-файл со значениями диапазонов. Единицы измерения значений в XML-файле должны совпадать с значениями, выбранными в таблице. В данном случае это микрометры. Коррекцию атмосферы производим по усредненному графику пропускания атмосферы. Выделяем углы изображения с помощью инструмента «Отметка». Инвертируем отметку. Затем выбираем «Копировать область» на панели инструментов изображения. Таким образом мы удалили черные неинформативные поля. Переназначаем цветовые составляющие. Затем проводим коррекцию гистограммы. Нажимаем кнопку «Гистограмма» на панели инструментов изображения. В появившемся окне настраиваем значение яркости пикселей. Третий этап – тематическая обработка. Для построения индексного изображения щелкаем правой кнопкой мыши по панели «Цветовые каналы» и выбираем новый канал. В появившемся окне вводим имя нового канала. Выбираем тип пикселя «Дабл» – 64 бита. Вызываем калькулятор каналов нажатием кнопки «Калькулятор». Составляем индексное изображение на основе значений пятого, ближнего и десятого теплового инфракрасных каналов. Значения индекса распределяются в диапазоне от минус единицы до единицы. Меняем диапазон выходных значений от минус единицы до единицы, предварительно поставив галочку напротив соответствующего пункта. Сформировано индексное изображение. Удаляем неинформативную область изображения. Для удобства дальнейшей тематической обработки меняем тип пикселя на один байт без знака. Пункт меню «Изображение тип пикселя». Применяем инструмент «Цветовой ряд». Назначаем цветовые диапазоны яркости пикселей. Сглаживаем границы объектов с помощью фильтра «Большинство». Пункт меню «Изображение» – фильтр шум. Настраиваем радиус и порог сглаживания. Меняем цветовую модель на RGB. Правой кнопкой мыши щелкаем по панели «Цветовые каналы». Выбираем пункт «Контекстовое меню» и заменить цветовую модель. В появившемся окне выбираем модель RGB. Ставим галочку напротив «Пересчет», нажимаем «Установить». Выполняем векторизацию объектов с помощью инструмента «Выделить цветовой диапазон». В появившемся окне назначаем цвет, который необходимо выделить. На панели инструментов «Отметка» нажимаем кнопку «Преобразовать отметку в вектор». В окне «Свойства слоя» редактируем название сформированного слоя «Тепловые аномалии». Назначаем стиль векторного слоя. Щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем пункт контекстного меню «Установить стиль полигонов». В появившемся окне настраиваем свойства стиля «Тип полигона», «Цвет», «Границу». Перед созданием атрибутивной таблицы векторного слоя необходимо разделить его на отдельные полигоны. Выделяем векторный слой нажатием клавиш «Контрол-А». Выбираем пункт меню «Вектор», «Редактировать», «Разъединить объекты». Для создания атрибутивной таблицы выбираем пункт меню «Вектор», «Таблица», «Перестроить». В появившемся диалоговом окне нажимаем кнопку «Добавить». Вводим название поля, тип данных и размерность. Для наполнения созданной таблицы атрибутивными данными выбираем пункт меню «Вектор», «Таблица», «Обновить колонку». В появившемся диалоговом окне вводим значение колонки тип. Для колонки площадь метры квадратные необходимо составить значение. Нажимаем кнопку «Составить». Выбираем функцию «Area» для автоматического расчета площади векторных объектов слоя. Повторяем аналогичные действия для каждого класса объектов. В результате построения индексного изображения с последующим цветовым преобразованием мы получили тематическую векторную карту, содержащую следующие классы объектов. Водные объекты, зоны повышенной активности и тепловые аномалии. Просмотр атрибутов векторных объектов. Сохраняем документ в формате IMF. IMF – внутренний формат программного комплекса Image Media Center. Позволяет хранить неограниченное количество векторных и растровых слоев, информацию о географической привязке изображений, а также различную атрибутивную информацию. Кроме того, слои тематической карты могут быть сохранены в форматах Shape и Tab с информацией о геопривязке и атрибутивными данными. Продолжение следует...